Всем привет! Сегодня готовлю слоеный салат Чингисхан. Мне нравятся слоеные салатики, где можно разглядеть каждый слой в отдельности. И выглядят такие салаты очень аппетитно. Вместо курицы я взяла индейку. Мясо порежу небольшими кусочками. Обжарю на сковородке с разогретым растительным маслом, периодически помешивая до готовности. Готовое мясо переложу на тарелку, застеленную бумажными салфетками, чтобы удалить излишки масла. Грецкие орехи пересыплю в полиэтиленовый пакет. С помощью скалки измельчу их. Кусочки мяса посолю, поперчу по вкусу. Добавлю измельченные орехи. Перемешаю. Пернослив предварительно замочу в горячей кипяченой воде минут на 10. Затем воду солью, а ягоды порежу на небольшие кусочки. Заранее отваренную и очищенную морковь натру на крупной терке. Сюда же натру сыр. Слегка подсолю, перемешаю. Отваренную и почищенную свеклу также натру на крупной терке. Выдавлю к ней через пресс чеснок. Слегка подсолю, перемешаю. Салат выкладывается послойно. Делать это можно на плоскую тарелку или посуду с высокими прозрачными стенками. Первым слоем выкладываю половину натертой свеклы. Затем слой мяса с орехами разравниваю. Смажу майонезом. Следующим слоем будет морковка с сыром. Слой также смажу майонезом. Теперь чернослив распределяю его ровным слоем. И верхний слой оставшаяся свекла. Верх салата также смазываю майонезом. Салат готов. Как любому послойному салату, ему нужно дать время охладиться и пропитаться. Сверху салат можно украсить по желанию. И вот так салат выглядит на тарелке при подаче. Яркий и аппетитный. Приятное сочетание ингредиентов. Надеюсь этот салатик вам понравится. И я вам желаю приятного аппетита. Всего самого доброго. До новых встреч на видео.